Всем привет, мои хорошие! С вами Ака Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас казахское блюдо, которое называется печь пармах. Вы не представляете, сколько раз меня в комментариях просили сделать мукпанг с этим блюдом. И мне реально было очень интересно, как это готовится, как это выглядит. Я посмотрела в интернете и у меня просто потекли слюнки. Вы просто посмотрите. Очень вкусно! Очень! Еще, ребята, очень похоже на блюда из азербайджанской кухни или из кавказской кухни, которая называется хинга. Но нет, все-таки по вкусу отличаются, ребят. Внешне, может быть, и похоже. Казахстан, передаю огромный вам привет! И молодцы, что придумали такое классное блюдо! Я знаю, что вы меня смотрите. Я вообще очень хорошо отношусь к этому народу. Мне кажется, там очень много, знаете, таких культурных людей. Брокколи! Брокколи вообще! Кстати, совсем забыла, рецепт этого блюда вы можете найти на моем кулинарном канале, который называется iCook. Ссылка будет в инфобоксе. Переходите обязательно. Мне кажется, нужно добавить яркость в камере. На мой взгляд, так намного лучше. Продолжаем. Просто продолжаем. Мама тоже в первый раз готовила это блюдо. И получилась очень вкусно. Если вы не знакомы с этим блюдом, вы очень много потеряли. Вообще, я бы очень хотела поехать в Казахстан, побывать там, пообщаться с народом. У меня была одна классница, Саша. И у нее отец жил в Казахстане. И можно сказать, каждое лето она ездила туда, и она говорила, насколько ей нравится этот народ. очень много всего хорошего рассказывала. Даже вот с тех пор у меня прям такое желание поехать туда, побывать. А так-то, по большому счету, знаете, нигде и не была. Супер просто. Просто супер. Брокколи. Мама приготовила также вот такую вилочку. Но удобнее все-таки металлической. Сегодня с Фатей снимали видео про тортик. У Фати уже на канале 50 тысяч подписчиков. Очень круто. Я очень рада за нее. Даже если у Фати будет больше, чем у меня, все равно ни капли зависти у меня по отношению к ней не будет. Потому что, знаете, мы начинали вместе. Я помню, у меня было что-то около 70 подписчиков. У нее было 83 подписчика. А еще вчера я была в ресторане. Точнее, нет, позавчера я была в ресторане. Я увидела нашего директора. Когда я училась в школе в 210-е, у нас был директор. Очень тактичный человек. Я сейчас вам расскажу, почему. Один раз я надела каблуки. Обычно никогда не носила каблуки. И это увидел директор. Он позвал меня к себе. И знаете, как позвал? Вот так. Я подошла. И он мне такой говорит, вот если ты еще раз наденешь эти каблуки, я тебе твои ноги повыдергиваю. Представляете, он мне так сказал. Я просто была в шоке от некомпетентности директора. Вот как директор может такое сказать. Я, наверное, вам уже рассказывала про эту ситуацию. Его звали Рамизмялим. 210-я школа. Рамизмялим. Так этот человек мне и сказал, я тебе ноги повыдергиваю. Как директор может такое сказать ученица? Одно дело, он мне один раз сделал замечание, потом я опять пришла в этих каблуках. А другое дело, никогда он мне не делал замечания. Я одела каблуки, наверное, во второй раз. Первый раз мне никто ничего не сказал. Каблук был небольшой. Ну, просто это была как шпилька, да, можно сказать. Может, не очень уместно к школе, я все понимаю, но все мы можем ошибаться. Правильно? Я согласна, что в чем-то он прав. Но в такой форме сказать это, мне реально где-то три дня мне настолько было плохо после этих слов. мне как бы так обидно стало. Знаете, все-таки подросток, не сформировавшаяся психика. Так вот. я пошла домой и целый день плакала и даже меня тетя спросила, что случилось. Не знаю, настолько мне стало обидно. так вот. Два дня назад я его увидела в ресторане. Он сидел там с компанией какой-то. Не знаю, это учителя или не знаю. Ну, короче, это была не семья. И мне так захотелось подойти и сказать «Здравствуйте, Рэми с Мялем. Я училась в вашей школе. Вот был такой инцидент. Вот вы считаете, насколько вы компетентный учитель, педагог вообще прежде всего? Насколько вы заслуживаете вообще вашу должность? Вот как вы считаете? Я хотела это сделать, но потом я не стала. Объясню, почему. Я вам всегда говорю про доброту. Я вам всегда говорю, даже если человек плохо к вам отнесся, вы отнеситесь к нему хорошо. Вы не делайте плохое, то есть творите добро, умейте прощать. Я просто в один момент сама тебе сказала «Айка, умей прощать». Сделать тебе что-то плохое, забудь. Может, он тоже сказал, а это потом подумал, как-то грубо получилось. Я не подошла. Бог ему судья, правильно он сделал или нет. Хотя я, знаете, такой человек, я очень спокойный человек, я терпила, но до каких-то пор. Если меня вывести из себя, я могу в очень грубой форме предъявить свои претензии. В университете, например, у нас были учителя, которых все любили, а были учителя, которых все ненавидели. Это как человек сам себя поставит. Нужно уметь найти общий язык и с подростками тоже. Если ты решил работать учителем, это не значит, что ты должен всех вокруг оскорблять, обижать, показывать свое, знаете, превосходство. Это неправильно. Вот я обожаю, когда брокколи недоваренные немножко. Казахстану просто огромный привет. Молодцы, ребята. Супер рецепт. Я уверена, что я постоянно буду есть это блюдо. Оно просто превосходное. А если вы все, как и я, не пробовали это блюдо, пробовали это блюдо, обязательно попробуйте. Правда, вот здесь лук, я его не ем. Но когда вы кушаете мясо или вот эти вот хенгали, я не знаю, как их назвать, вот эти вот пласты лаваша, вы чувствуете вот этот вот запах лука. Лука. У меня прям во рту не помещается. У меня, как всегда, домашний компот. Даже кто-то в комментариях вам написал, что у Айки, наверное, целый пугриб с этими компотами. постоянно один и тот же. Вы, как всегда, правы. Действительно, так оно и есть. Сняла сегодня влог. Сняла сегодня мукбанг с Фатим. Смонтировала два видео для Айкука. Просто сегодня нереально продуктивный день. была на работе. Выполнила свою работу. Правда, не до конца. Но у меня пока что есть время до стачи проекта. Я люблю выполнять свою работу раньше времени. И потом мне какое-то, знаете, вдохновление появляется сделать еще больше работы. А когда я не успеваю, время поджимает. Как-то начинаю терять себя. Ну, какая-то, знаете, у меня паника начинается. А это нехорошо. Лаваши смазаны немножечко маслом. То есть, сверху мы посыпали немножко масла. И тем самым они, как бы, не слиплись. просто божественно. Кстати, как вам моя кофточка? Я как будто в театр иду. Мама прикольнулась, говорит, ты куда собралась на улицу ночью? Ты что, в театр? Я говорю, мам, какой в театре? Я мукбанк снимаю. Сейчас вообще время 12 часов и я сижу кушаю. Ты знала, что бешбармак это не только казахская, а киргизская кухня? Я не знала, честно. Впервые такое слышу. Я просто исходя из информации в интернете так я никогда не была ни в Казахстане, ни в Киргизе. Хотя у меня папа очень много раз был в Киргизе. в связи со своей работой ему как бы приходилось каждый раз ездить туда. Вот. Папа очень хорошо отзывался о Киргизии, о Киргизах. Вообще среди всех наций есть и хорошие люди, и плохие. И нельзя как-то говорить в общем, на мой взгляд. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Может быть для вас это мелочь, для меня безумно приятно. Всех целую и всем пока!